Ограничения в действии. С сегодняшнего дня вступают в силу требования лимитировать пассажиропоток во всех видах транспорта. Так, согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, пассажиров в салоне не может быть больше половины от общей вместимости транспорта. Но, как показала практика, нашим гражданам в час пик море по колено. Как привыкли набиваться в троллейбус, как сельди в бочке, так и продолжают. При этом ждать следующего недолго. Управление электротранспорта вывело на линию весь свой парк, чтобы сократить время ожидания на остановках. На часах 8.20. Детям в школу, взрослым на работу, пожилым на базар. Все как обычно, словно и нет риска заразиться. Троллейбусы на остановках берут штурмом, как в последний раз. В любой я захожу транспорт, битком, не битком. Такой мороз стоять на улице, тоже тяжело. Мало того, что народ не брезгует плотно трамбоваться, так особо бесстрашные могут и маску нацепить для галочки. Чем портается маска, особо нас? Мне так удобно. Я не могу дышать, мне не хватает воздуха. Мы так никогда не выйдем с этой пандемии, никогда не начнем жить, как жили до пандемии. Кондукторы обычно люди пожилые. Говорят, что видеть такое безразличие со стороны некоторых пассажиров страшно. Но и вступать в споры с ними себе дороже. Ковид-скептики бывают агрессивными. Правильно, чтобы соблюдали дистанцию, поменьше людей, а то час пик забитый друг возле друга. Требуется протяжение, санитация на острове, медиум-кужуратор, персональное опроприятие. В управлении электротранспорта Кишинева заявили, что выпустили на линии весь парк транспортных средств. 323 тролейбуса, чтобы людям не пришлось толпиться или долго ждать на остановках. Согласно новым требованиям, в классический тролейбус одновременно смогут зайти 50 человек. В тролейбус гармошка 85, а в автономный тролейбус 45 человек. Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела новое ограничение в связи с тем, что на прошлой неделе число зараженных увеличилось без малого на 18% по сравнению с предыдущей. Кроме лимитирования числа пассажиров в транспорте всех видов, запрещена деятельность ночных клубов и дискотек. Бюджетники переведены на особый график работы. Торговые центры будут закрыты в выходные. До 1 марта коммерческие рынки будут открыты только по вторникам, четвергам и субботам. В магазинах всех типов покупатели допускаются из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. Если тенденция к росту заболеваемости не пойдет на спад, комиссия по чрезвычайному положению в здравоохранении может перевести школьников и студентов на дистанционное обучение.